АПЛОДИСМЕНТЫ Прежде всего, в Москве соединяют людей, живущих на разных временах. Что можно соединять? Границы, политические системы, экономические взгляды. А он соединяет всегда культуры. Потому что народ, который создает приорядные богатства, богатства музыкальные, танцевальные, театральные, трудные, вот это богатство, оно приближет не только от других. Это истинное достояние человека. И именно культура, способность иметь людей, живущих в разных временах земного шара, сумеет ввести тот мост, который называется реалитием взаимопонимательным душем. И вот мы очень рады, что этот проект сегодня начинается для нас, для русских, с бреста и знакомствами одной из наивнейших и величайших культурных историй человеческой сенсации. Ведь сегодня перед нами выступят наши гостиные взаимные. А это стена, которая писала огромный вклад в развитие неравиды. И я думаю, что музыка, которая сегодня посвучит, даст вам всем понять, что слова мои несколько не являются преимуществами. И вот совсем не случайно, на печальной программе сейчас будут большие изменения. Дело в том, что музыканты, которые будут на эту сцену, совершенно принципиально решили начать свое выступление с музыки великого армянского композитора. Классика армянского композитора Камитаса. Но для тех, кто не знаком присты с армянской культурой, как для наших посетителей музея, Камитас, где-то создастся об этом уникальном человеке, об этой вытворенной жизни жизни. Я вам всем прошу с уже основной фразой, что Камитас основал научник армянской максимальной классики, что его деятельность оказала огромное влияние на развитие всей национальной организации. Но прежде всего напомним, что его жизнь связана с рубежом с 15-го и 20-го столетия. И его судьба во многом определяется судьбой его народа, судьбой великой и невероятной реакцией. Собственно, подлинное имя Камитаса согласовывался младен. Он родился в армянском селении, которое находилось на территорийской улице. И судьба его была очень-очень сложна. Он рос в бедной семье. Вот он уже потерял свою мать. Оказалось, когда он оказался в родном сердце. И неизбестно, как расположилась его судьба, как добык, невеликолепный голос. Как раз в это время повар ученивался далеко со всех армян, искал мальчика Сергея. Он его купил в центрах. И вот 12-летнего Сакаронов прибудет в центр Армении, чемпион земли. И его сприветствует мальчика на армянской семье. И вот мальчик из армянской семьи отвечает ему, «Я не знаю, какой армянский язык. У нас не так. Запрещено в моем своем языке. Но я могу вам спеть по армянскому». И он забил мальчика. Забил свой чистый, мальчишеский голос, который казалось, что он относился к нему. И голос был столь пронзительным, столь солнечным, столь прекрасным, что это, конечно же, мальчишеский голос был еще композитором. Его остались здесь, в этом концертном центре. Он заключил в духовную академию. И, кстати, буквально в течение очень короткого времени в совершенстве обладел своим родным армянским языком. Но потом, так образование, которое он получил в духовной академии, он оказалось вам. Да, прекрасные, крутые стопени, которые шли изглублены его. И вот на русло, с которым он знакомится на него. Его сердце бесконечно обращает на родную академию. И вот Канитасом становится одним из первых результатов, которые писали на научную основу и спорную народную академию. Он не просто их записывает. Он их изучает. Он их обрабатывает. И является единственником этой народной академии. Потому что, опасавшись в странах западной академии, а он получал образование за тел медицинской академии, он читает медицинские международные семинары. Он представляет армянскую народную музыку. И, кстати, среди его поклонников, оказывается, например, знаменитый французский композитор Камбин Сэнсас и Дюймси. А Дюймси просто была Канитасова. Это же Ении. В судьбе этого музыканта было очень много сложных поворотов, поворотов по настоящему родительству. Кстати, вот я сказала, что его родины, и ее фамилия, сголонянка. Обычный мужик, он был сегодня Канитас. Дело в том, что по врачам, в этой академии, в этой академии, он принесал священника. И вот тогда, ему было данное имя, имя очень значимое великого академии, потому что в 7 веке, в Армении, живут Канитасы. Это был великий поэта, музыкант, автор духовной вины и песнопений. И вот именно это имя принимает музыкант в начале двадцатого столетия. И именно это имя бросали в жизни. Но я думаю, что сейчас, самое время для того, что уже звучало, совершено неплохо. Прекрасно. Самое великое мнение, почему можно говорить много раз, но хотелось бы напомнить еще одно высказывание, о том, что в этом репосте всех армян Мастер-Верно сказал, в песне Канитасы армянский народ знал и помнил свою помнил свою умные армия. А вот известно, что сувененник, мазийный Мазаян, он дал оценку культуры Канитасы. Вот если вы помнете у него, как и Армян, Севастеряна Папа, конечно, безумных материалов очень много. Но она в этом состоялась. Не надо. А вот если бы для нас армян, не было Канитасов, то мы предупреждены семьи. Мы не смогли победить свое национальное освобождение. Вот сколько велика значительно замечательных сказок. И сейчас мы открываем нашу концептную программу обработку Канитасов изучать две армянские народы в России. В исполнении его армян Ашаханской Целинной Епархии Аракоцову 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 Художественный руководитель и дирижон Армон Вархутарян. АПЛОДИСМЕНТЫ